Сегодня под руководством председателя Национального антитеррористического комитета директора ФСБ России Александра Бортникова проведено заседание НАК, в ходе которого рассмотрели вопросы противодействия идеологии терроризма и выработали меры по ее совершенствованию с учетом новых угроз, сформировавшихся на фоне проведения специальной военной операции. В своем выступлении председатель НАК отметил, что на фоне проведения СВО сформировались новые террористические угрозы, исходящие в основном от украинских спецслужб и националистических формирований. При содействии коллективного Запада они пытаются вовлекать в преступную деятельность российских граждан и лиц посредством интернет-ресурсов. Роскомнадзором с 2019 года заблокировано 67 тысяч и удалено 334 тысячи террористических материалов, распространяемых в интернете. С февраля прошлого года в стране предотвращено 188 преступлений террористической направленности. В этих условиях требуется повысить эффективность работы всех органов власти и образовательных организаций по формированию неприятия молодежи идей терроризма, неонацизма, массовых убийств. Острота и характер новых террористических угроз, возникших на фоне проведения специальной военной операции, требует внесения существенных коррективов в организацию нашей деятельности, прежде всего в части противодействия идеям неонацизма и украинского национализма. Их проводниками являются спецслужбы и националистические формирования киевского режима. При содействии коллективного Запада они осуществляют адрессивную кампанию по радикализации и вербовке российских граждан. В этих условиях требуется повысить эффективность проводимой работы по формированию у российской молодежи неприятий идей терроризма и неонацизма, а также устойчивости к их пропаганде.